Замастите плоскость И мы с вами начнем с самых простых фигур Первое 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 Ну Таким Представлением о плоскости обычно говорят Служит тетрадный лист Да? Служит поверхность стола Служит поверхность шахматной доски Только все что мы делаем Да? Шахматную доску Тетрадный лист стол Это все имеет границы Так? Плоскость для математики Границ не имеет Поэтому в учебниках и книжках Ее чаще всего Рисуют с волнистым краем В отличии от геометрических фигур Которые могут быть И на ней нарисованы Ну вот, например, параллелограмм Вот Треугольник Ну, либо какие-то произвольные фигуры Увидели? Значит, здесь четкий край Либо это ломаная Без самопересечений Либо это кривая Вот у меня Элипс получился Да? Кривая Тоже без самопересечений Вот это у нас геометрические фигуры Они лежат в плоскости Плоскости обычно обозначаются Маленькими буквами Греческого алфавита Альфа Альфа, бета, гамма Сколько нам нужно плоскостей Да? Теперь Это первое Значит, как нарисовано Понятно? Да То есть, чем отличается просто фигура Фигура же тоже Может быть некая произвольная Я не знаю Вот я сейчас возьму и нарисую Там Какую-нибудь фигурку Гребешок Вот такой Гребешок Могу нарисовать? Да Могу Значит, он тоже имеет какие-то свои округлые границы Вот тем не менее Вот это у меня фигура, которая лежит в плоскости альфа Что важно знать о плоскости? Что плоскость не имеет толщины Это надо тоже записать Не имеет толщины Вот наш стол, да, он имеет толщины Какая, какое у нас получается О, имеет толщину Листочек тоже имеет толщину То есть, каждый один листочек сам по себе Нам кажется очень тоненьким Да? Очень тоненьким Но, тем не менее, он имеет толщину И тоже ее можно посчитать Да, ты знаешь как? Скажи Я не знаю, как посчитать Но я знаю, как показать Что у лиска все-таки есть толщины Да Могу Хотя бы даже книга Это видно то, что толщина Конечно Да Тут очень много листочек Маленькая толщина Да Но все-таки есть Да Итак, вот мы взяли книгу, да Мы можем померить ее толщину, да Посмотреть сколько листочков книги И разделить на соответствующее количество Значит, здесь 208 страниц Это значит, сколько листов? 208 страниц Это листов? 104 Потому что каждый листочек пронумерован Правильно? С двух сторон Два числа уходит на нумерацию Значит, вот вы можете сами дома сделать Итак, да, пожалуйста 106, потому что обложка Нет, ну без обложки Я обложку не считала Я считала только те листочки, которые внутри обложки Безусловно, да Понятно, что обложка и листочек, они имеют разную толщину И их надо учитывать, конечно, отдельно Это безусловно Итак, значит, плоскость Краев не имеет Бесконечно И, соответственно, не имеет толщины Записали? Хорошо Если вам дано Часто так бывает Что надо определить, сколько здесь листочек Увидели? Вот я нарисовал Давайте посчитаем Сколько фигур Да, пожалуйста Почему понятно? Чисточек Чисточек Не, ну еще раз Действительно, мы с вами здесь видим Давайте остановимся без Как говорится это Мы здесь видим Ром Да? Мы здесь видим большой треугольник Мы здесь видим круг И мы здесь видим прямоугольник Скажите, пожалуйста, они все нарисованы в одной плоскости Толщина Какой будет? Да, пожалуйста Толщины не будет Молодец Ты меня порадовала Итак, безусловно Все геометрические фигуры Они имеют высоту Длину Они не имеют толщины И сколько бы мы не рисовали Не накладывали Я просто сейчас не хочу их раскрашивать Это займет время, да? То есть вот мы можем Отвести Раскрашивать Насколько бы мы их не накладывали друг на друга Все равно толщины не будет Это вы молодцы Но Тем не менее Когда мы говорим Что нам нужно замостить плоскость То мы имеем в виду Пишем Замостить плоскость Что не должно быть? Не должно быть пустот Не должно быть пустот Не должно быть пустот И не должны фигуры накладываться друг на друга Говорят Без наложений Итак Не допуская пустот И наложений Замостить плоскость Чем мы с вами сейчас будем заниматься? Итак Значит Не должно быть наложений фигур Чтобы фигурки накладывали друг на друга И не должно быть пустот И не должно быть пустот Ну Давайте Приведем примеры Какой-нибудь фигуры Которой можно замостить плоскость Да, пожалуйста У вас уже рука подготовится Какую фигуру выбираешь? Треугольник Треугольник Ну давайте Треугольник Ну не самое Давайте Выберем Треугольник Треугольник Выбрали Сейчас мы еще не замостили Пожалуйста Следующую фигуру потом Мальчик, мы с этой еще не закончили Итак Треугольник Давайте мы с вами замостим плоскость Для этого нам нужно Четыре треугольника? Нет Сейчас продвинь стороны И рядом с ним Поставим Точно такие же Треугольники Итак, один треугольник У них совпадают стороны Второй Второй Третий Третий Теперь понятно, что мы можем Посмотрите внимательно, потому что очень многие решают вопрос так Берут Берут И вместо того, чтобы замостить плоскость Ставят бордюрчики Бордюрчики Мы же тоже могли бы заборики понаделать Правильно? Из треугольничков Но обычно так на даче, если вы посмотрите Как раз там поверх забора идут вот эти треугольнички, треугольнички, треугольнички Нам с вами, когда мы выполняем задание замостить плоскость, нужно показать, что это будет и вверх идти, и вниз, и вправо, и влево Понятно? Поэтому мы с вами Да, мы с вами еще дорисуем Даже не три больше Конечно больше, конечно больше Понятно, что плоскость не имеет границ Поэтому мы с вами не просто дорисуем, а оставим кончики Вот так Красиво И вот так вот будет красиво Да Ну вот мы замостили плоскость с треугольниками Теперь, пожалуйста, я с вами еще кто-то Да, пожалуйста Квадрат Квадрат Конечно, что самое простое Это квадратная сетка Мы, наоборот, с вами обычно боремся с квадратами Я имею в виду, боремся на кружке Потому что квадратная сетка, которую вы постоянно видите перед глазами, да? Ну вот, отшибает мозги И поэтому на олимпиаде самые дорогие задачи обычно на сетку в треугольник, в ромбик, в шестиугольник Потому что человечку, которому каждый день по несколько часов смотрят на квадратики Очень тяжело от них избавиться И, тем не менее, квадратики чрезвычайно полезны в деле замощения плоскостью Собственно, и плоскость мы могли бы с вами Площадь любой фигуры мы могли бы измерить в треугольниках Но обычно измеряем в квадратных единицах Квадратный миллиметр, квадратный сантиметр Квартиру в квадратных метрах Площадь, там уже большой квадратный километр Итак, ну давайте смотреть Вот так круг книга сделали Я не верю, что вы уже устали Итак, чем нам интересны квадратики? Квадратики нам интересны Ну, во-первых, мы к ним, конечно, привыкаем А во-вторых, замостить плоскость у нас вплотную примыкает к теме Разрезать на части Разрезать на части Ну, например Разрезать квадрат на два равных пятиугольника Разрезать квадрат на два равных пятиугольника Надо На два равных пятиугольника Можно наискосов Можно наискосов Итак Понятно, что если мы на какие-то фигуры можем разрезать квадрат равными Да? То потом, если нам встретится фигурка и задание замостить ей плоскость Какой бы странной она нам не показалась на вид Но мы сможем это сделать Решив задачу обратную То есть, сначала мы из них сложим квадрат А уж потом квадратиками легко замостим плоскость Итак, с вас квадрат разрезанный на два пятиугольника Да, пожалуйста Одинаковых Да Когда мы говорим замостить плоскость Мы сейчас с вами идем только разговор про равные фигуры Их еще называют конгрессными Они должны совпадать по форме и по площади На два пятиугольника Хорошо Давай я посмотрю Не надо вставать, это у нас А где же пятиугольник Тем более два Это ты разрезал на треугольнике Попытки предложить разрезание Итак, во-первых, если у нас квадрат можно разрезать Так, я угадаю Куда-то туда пошли Да? Туда пошли И наискосочек Давайте посчитаем Раз Два Три Четыре Пять Например Еще раз Например Да? Да Это вот один из примеров Давайте затрасим одну фигурку Да? Значит, это у нас будет вот такой пик И второй человечек предложил сделать таким образом Вот так Я же не буду их вызывать в доске Да? Та же самая идея Начали Разрезали пополам А поскольку нам нужно не два прямоугольника Да? А нам нужны пятиугольники То провели наискосок Вот такая елочка получилась Соответственно, вы понимаете, что если у вас двадцать таких елочек И двадцать штук Вот такие Я не знаю Гор Да? На горы скорее похожи То ими можно замостить плоскость С вас Две картинки Две картинки Значит, одна картинка Вы владелец Вы владелец Плитки В такой виде Кресло Да? Кресло? Ты хочешь кресло? Ну, наш большой начальник, наверное Итак, здесь у нас идёт четыре клеточки Здесь две, здесь две Здесь одна клеточка Здесь одна, здесь две Это для тех, кто не в курсе Итак, вам быстрее Мне нужно, чтобы вы замостили некоторую часть вашего листа Исходя из того, что у вас набор двадцать таких плиточек Второе задание Двадцать таких ёлочек Итак, двадцать ёлочек Вот таких Итак, побыстрее Молодой человек Посмотри вокруг Видишь? В песне есть такая Ёлочка Это для тех, кто не может ориентироваться в цифрах Я думаю, что вполне возможно нарисовать ёлочку Итак, это одна ёлочка А вам нужно нарисовать двадцать ёлочек Значит, у меня будут ёлочки летние И ёлочки зимние Соответственно, вы доставляете летние ёлочки зимние И они у вас образуют квадрат Видели? Рядом с этим квадратом Вот по нашей ткене Вы ставите следующий квадрат Поэтому рисовать надо в центре Вот один квадрат поставили Теперь к нему примыкает следующий квадрат По нашей ткену Совершенности Вы ставите Итак, вот у меня одна олелочка. Среднюю наряды, другая зимнего. И таких должно быть 20 елочек. Значит, сколько квадратиков? Да, пожалуйста, 10. Пожалуйста, у вас 10 примыкающих друг к другу квадратиков. Вот мы с вами показываем. Итак, два быстрее. Итак, что у нас получается? Кто готов показать тетрадочку? Кто готов показать тетрадочку, разверните и покажите на меня. Выходить не надо. У нас здесь столько наружу, что не надо выходить. Достаточно поднять тетрадочку и показать наличие рисунка. Так, где у тебя 20? А вот если нет, еще раз пересчитайте. Давайте я продолжу. И вот сюда продолжили, что у нас. Показать, что мы можем и вверх, и вниз, и вправо, и влево. Пока вы строите полосочки, это не очевидно. То есть, конечно, бордюрчики замечательно. Да, вижу. Вижу, только вам плоховато. У вас тетрадочка в линейке. Значит, между прочим, мы сегодня будем много рисовать. Может быть, вы все-таки сейчас позаботитесь и у кого-то попросите клеточку. Да, пожалуйста. Да, молодцы, молодцы, молодцы. Все, опускаем. Все, все, молодцы. Все, кто нарисовал, безусловно молодцы. И двигаемся дальше. Теперь вам нужно сделать следующее. Мы посмотрели пятиугольник. Теперь понятно, что мы можем, рисуя такие фигурки, перейти к шестиугольникам, к семиугольникам. И так дальше. Понятно идея? Главное, чтобы идея была понятна. Теперь следующее. Но есть и другой пример замощения. Например, все знают соты. Да? Соты. Ну, мёд, который забирают. Давайте такой пример тоже нарисуем. Для того, чтобы нарисовать шестиугольники, сделаем так. Нарисуем сначала отрезочки. Две клеточки на две клеточки. Итак, отступите две клеточки. Отрезок длиной две клеточки. И отступаем по две клеточки. Итак, вот такую небольшую полосочку сделали. Итак, отрезочки две клеточки. И отступаем между ними две клеточки. Нарисовали. Теперь давайте их завершать. Вот такая шляпка высотой в одну клеточку. Смотрите, я сделала одну полосочку. Теперь понятно, как я это буду делать. Соответственно, вправо и влево. Мне нужно показать, как это пойдёт вверх и вниз. Соответственно, я делаю так. Вот весь их. Вершинок опускаю вниз отрезочки на две клеточки. Лазочек, только на меня. И, соответственно, здесь делаю. Ну и ещё один раз. И так, увидели. Теперь, очевидным образом, мы можем идти и вправо, и влево. Вот так покажем. И вниз. И вверх. Я специально в данном случае оставляю кончики, чтобы показать, что в нашем случае работа не закончена, что мы можем продолжить замощать плоскость. В данном случае нам главное найти алгоритм, по которому мы это делаем. И так, спокойненько рисуем. И так, спокойненько рисуем. Курами. Из которых не удаётся. Не удаётся сложить квадрат. Одна из таких фигур показана. Это буковка С. Давайте я её рисую. Итак, внимание. Очевидным образом, да? Мы не сможем сейчас сложить квадрат. Поэтому нам нужно с вами выработать какой-то другой подход, чтобы мы смогли замостить, ну, во всяком случае, показать алгоритм, как мы будем замощать плоскость этой фигуркой. Опять же, если кто-то не знает, с чего начать, начните с того, что у вас этих фигурок 20. И посмотрите, как их уложить без пробелов и наложений. Таких фигурок 20. Значит, показываем, как их можно. Значит, все они должны быть рядом. Как можно их поставить без зазоров и наложений. Спокойно. Молочи, если вы не можете 15 минут провести Буквка С. Таких плиточек. Таких плиточек у нас два. Пожалуйста, в своей тетради, в каждой своей тетради укладывайте эти фигурки без наложений и зазоров. Итак, зацепили. Повели. Ура, неправильно сделала. Доцепили, повели. Ура, неправильно. Ура, неправильно. Она чуть-чуть. Итак, вот так зацепили, повели. Но, опять же, я просила, чтобы сложилось именно ощущение плоскости. Поэтому одного бордюрчика, это получилась вот такая вот полосочка, да, бордюрчика. Пожалуйста, сделайте еще, повторите вправо-влево. Понятно, что полосочками мы тоже можем нарезать в нашу плоскость, да? Пожалуйста, взяли полосочку и еще вправо-влево сделали. Вправо-влево еще сделали. Есть ли у кого-нибудь другой вариант? И еще раз, вариантов может быть безусловно много. Например, возьмем наш паркет, да? Все знают, что паркет чаще всего делают, не надо шуршать, надо все выбросить. Нет, это неправильно. Надо просто взять и все выбросить. То есть у нас ведро недалеко. Значит, вы помните про то, что каждый ряд показывает, что после него остается чистота. Внимание! Итак, пишем паркет. Паркет. И, разумеется, самый простой паркет, это наши вот такие значечки. Одна на две клеточки. Одна клеточка и две клеточки. Рисуем. Зато из этого паркета мы можем сложить разные узоры на полу. И так, самый простой паркет, да? Какой можно положить, это если мы будем класть рядом друг с другом. вот я нарисовала одну полосочку. Мальчики, вот это сейчас что такое? И так, понятно, что можно сделать полосочки. Можно эти полосочки сдвигать. Вот так, увидели? Получается такая, как кирпичная стеночка. И так себе нарисовали, раскрасили. Паркет. 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 Ну а есть любители, которые укладывают паркет елочкой. Ну, скорее всего, это можно увидеть в домах. Потому что в государственных учреждениях надо постараться как можно больше паркетов. Поэтому не на елочках, да? А, соответственно, дома можно у себя укладывать елочки. Как тогда они войдут? Паркет. 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 Вот так. Одну вкладываем горизонтально, другую вертикально. Паркет. Вот тогда у нас, смотрите, что получается. Получается бордюрчик, он просто идет наискосочек, да, поэтому опять для того, чтобы показать, что это не случайный фрагмент, да, мы укладываем другую часть. Вот так вот. И здесь ставим вот сюда. Я что-то не поняла. Вот так вот. Поэтому те, кто укладывал буковку С, да, мы могли бы укладывать не только цепочечку, правильно, а могли бы укладывать именно елочкой, вставляя эти буковки друг в друга. Значит, при этом надо смотреть, чтобы пустых мест не было. Увидели? Следующая пишет. Это был наш третий пункт, четвертый. Четвертый пункт. Замостите плоскость разверткой куба. Замостите плоскость разверткой куба. Ну и те, кто пришел, я так понимаю, вы на следующий кружок. Вместе с нами включайтесь, потому что у куба 11 разверток, поэтому на вашу долю хватит. Итак, замостите плоскость развертками куба. Я вас выведу. Парусик. Значит, мы с вами поставили замостить плоскость развертками куба. Я уже сказала, что у куба 11 видов разверток. Понятно, что мы с вами все 11 не успеем. Поэтому какие-то развертки вы возьмете и сделаете дома. Заодно вспомните, что такое развертки, сколько тут есть. Итак, ну давайте смотреть. У куба у нас 4 грани идут по, можно сказать, экватору. Да, такой пояс. Нам нужно 1 квадратик сверху, да, и 1 квадратик снизу. Понятно, всего 6 квадратов получается в этой развертке. Теперь нам нужно этой разверткой замостить плоскость. Что делаем? Берем, ну скажем так, число хорошее 20, да, и дальше работает. Вмечаем вверх, вниз. Я не буду, посмотрите, обратите внимание, я не буду вам каждую расчерчивать на клеточке, потому что у вас бумага, напоминаю, в клеточку, и вам удобно сделать эти развертки. Напоминаю, нам нужно показать. Влево, вправо, рисуем. И вверх показать. И вверх показать. Значит, смотрите, лево, вправо мы с вами вверх, вниз уже выстраиваем. Теперь нам надо вот эту полосочку сдвинуть. Сдвигаем. Сдвигаем. Продолжение следует... 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 Ваши листочки... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...